всем привет всем приветики ребятки кто-то бы хотел чтоб в этом видео мы сказали что на нас пожаловались на нас написали как там говорят написали нет донос но оказалось все по-другому донос мы написали сами на себя вернее то что даже написали а пошли и просто поставили в известность центр занятости job-центр о том что у нас есть наш бизнес youtube канал мы очень счастливы что мы имеем такой бизнес который просто приносит такую прибыль уже наверно просто что все власти германии будут в шоке что какие-то аня и настя в лайф сделали такое и такие деньги тут рубим чисто капуста просто новый карман выпадает а ребята это конечно все весело я уже не расстраиваюсь уже нормально скорее всего у меня не будет выплат где-то месяц-полтора а может больше тонна кто его знает как они там если мы документы кстати сейчас все более подробно расскажу ну ты или я ну и в общем ты вообще хоть увидела в живую тебя конечно 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 только заполнял благодарность пете еще одной девушке которые мне хоть как-то чем-то старались помочь они прошли мимо моей ситуации скажем так ну в конечном итоге конечно по заполняла там было 9 листов то письмо которое мне пришло когда еще в видео говорю мне кажется чтоб в таком конверте простые письма не приходят так оно и оказалось это было не совсем простое письмо в общем очень сложно было заполнять правда сложно на что там у меня будут уходить деньги на канал ну очень много вопросов финансовых вопросов нюансы такие но ничего не понятно честно говоря особенно когда переводишь через translate вообще ничего не понятно то есть я-то заполняла но я там сумму от суммы не не вычла ну короче я надо было подчеркнула как это слава если их это не устраивает то они мне пришлют то что я не дописала будут дописывать я не понимал ты как мне ну шо мне вот сделать так реально так не то что даже я не понимаю но даже те кому кому я отсылала она реально люди удивляются но они говорят а сейчас я занята они понимают как заполнить эти бумаги но какие будут потом последствия вот это вот вопрос нас там нам сейчас просто родители провожать мне тут видео записано то есть просто они переживают просто пособие не отняли потому что что не так заполнишься но я уже честно не переживаю я заполнила как я заполнила вот не дает покоя мне вышли мы же поехали в джек-центр там переводчик девушка хорошая очень девушка украинка но уже рассказывали она с таким еще не сталкивалась нас то что происходит что надо делать не знаю одеваются но в 3 хотя пускай не говорят извините реальные истории так что я увидите у меня вообще уже все ну что да просто а и вот вчера на эфире рассказывали как сидела девушка просто пришла в джек-центр мне там конечно ситуация печальная та которая сказала шоу не всегда было интересно же в ютубе реально можно зарабатывать деньги мне так интересно можно но только сколько и проблем под на своем так скажем мы с настей даже не думали ни о чем мы сразу приняли решение что мы идем рассказываем только на весу по закону все по правилам наш нам проблемы не нужны эти депортации штрафы нам это вообще все не надо мы не знаем как и что может скрывать это это не те деньги которые за которые бы можно было бы бороться там что утаить как-то от кого-то тем более мы находимся не в том не в той вообще стране не в той ситуации чтобы как-то что юлите придумывать мы честные люди пошли все сказали конечно меня это все бесит откровенно говоря я очень люблю вот эти все инстанции ходить по ним в наш в налоговую пошли приехали в налоговую минут 40 липся да там спасибо виктору который по телефону с ним поговорил оказывается надо все регистрировать онлайн заходишь на сайт онлайн там нужен налоговый номер которого у меня нет но я-то потом вспомнила что да у меня есть еще один номер и там мне написала девушка приезжаю домой ввожу этот номер он не подходит потому что это оказывается совсем другой номер чем этого номера у меня нет потом пишу в job центр отправляем номер который у меня есть но вот этот вот не налоговая какой-то номер я не знаю что вот все это оформляется так понимаю как самозанятость ну короче столько всяких нюансов я вообще не понимаю очень сложно уже можно было бы как-то по-другому да это сделать но там то что вышли выше до этого пособия распишите там да какие растраты у вас на канал то все если какая-то сумма в размере пусть 200 евро остается мы у вас просто вам даем меньше пособия и все например так они так все или решить что это тоже мини-джопут как не увеляли это это мини-джопа почему налоговая вот даже велита говорит ну как налоговая если в налоговую надо идти если у тебя доход превышает 9000 евро в год она не ходила в налоговую ну то есть это реально все очень для меня странно я не понимаю я тогда разнервничалась конечно думаю ну представьте сейчас новый месяц будет я буду вообще беспособы за копейки с этого youtube а ну это реальные копейки здесь я не знаю что мы будем делать конечно выкручиваться как-то будем но зачем это какой-то бизнес там там столько всяких нюансов арендуете ли вы помещение в котором вы занимаетесь своей деятельностью это сказал писать эту квартиру сколько квадратов сколько я за нее плачу за эту квартиру на меня джип-центр там расходы там свет и так далее я не знаю что там еще сколько вы тратите километров если у вас автомобиль куда я сразу эти суммы с ютуба почитайте их все так там на полугода вперед откуда я могу знать как в рекламе лет если первая выплата была только в том месяце но в этом месте я тоже знаю какая она будет но это не могу смотреть вперед на 6 месяцев я не так и написала говорю я не могу дать четкий какой-то точный ответ по поводу зачислений с этого канала сейчас кота моего хобби так она или у меня не было цели это никак это не моя работа ну как вот я не знаю это очень сложно объяснять если бы хотя бы знать язык это было бы намного легче если мне зависит от пособия а тут вообще непонятно что я не знаю зачем они везде что очень важны от отца потому что бюрократия нас я не знаю люди здесь которые привыкли они наверно уже их привычка вот эта термина но люди которые вот как мы приехавшие и нам тяжело потому что до сих пор я не могу успокоиться с этими терминами с этими бумажками это даже сознанием немецкого языка без знания просто на реально раздражает нам и людо сказала немцы нанимают себе просто человека там из налоговой или откуда и он занимается всеми бумажными делами и тогда им легче жить а если заниматься всем этим самим то можно точно не каждый немец разберется извините на минуточку вот эти бумажки которые реально ничего не понятно но очень интересно реально не могли разобраться те же люди которые знают немецкий завин вообще ничего тоже не понял реально вроде как понятно но вроде как вообще ничего не понятно это человека реально получается надо нанимать которые разбираются этих бумажках а по-другому никак ну я им конкретно написала там в дополнениях что я не могу дать четкий ответ какой будет у меня заработок если он будет то это все будет идти на развитие канала так оно и есть я не понимаю они вы увидели все выписки суммы ну которые реально маленькие ладно так 1 1 сумма только тысячи хотя бы евро да тогда давайте разбираться вы миллионер-миллиардеры или блогеры вы там а во втором центре в который мы поехали у нас их тут просто нас тут туда туда она девушка жена женщина переводчик она говорит у вас там наверно такие доходы в этом миллионы зарабатываете шут это все конечно очень ну пожелала нам удачи успехов в развитии нашего канала нашего ютуба ну не знаю реально я вам говорю что этот канал создан просто так ну нам интересно было все в интернете вы знаете он даже настя на родителями просто сутками в интернете и вот нам это интересно хобби так далее но насколько здесь сложно с этими моментами получения денег это вообще я не знаю каждый разберется с этим сам прикол я же говорю реально очень тяжело то что какие документы отправили типа не знаю будем ждать ответ на мне кажется что где-то может быть да где-то может не где-то я знаю что у нас там вообще что-то не то будет и опять таки если им нужен не тот налоговый номер и мне надо регистрироваться в налоговой ну как какой смысл регистрироваться налоговой если суммы катастрофически будут маленькие даже могу наперед вот так вот посмотреть там на три месяца вперед это не те деньги которых можно говорить и налоговую идти я не знаю что это еще хотела сказать забываю понимаю ну ребята реально же хотела сказать и очень тяжело поэтому те кто я думаю плавом сталкивался в германии я думаю для них это было очень тяжело да они уже собираются посмотрим какие ответы нам придут надо ли мне будет ехать опять налоговую регистрировать будем вас держать в курсе вот что-то еще вот такое хотела сказать а насти тоже пришло письмо мы заполняли антрак на продление выплаты пришло пришли те выписки за три месяца мне такое не пришло но мы отослали надеюсь тоже все будет нормально нам нечего в принципе вообще бояться но просто вот это вся волокита бумажная родители там тут то все но вы понимаете чем как то так будем держать вас в курсе видимо нам сейчас уже надо получать все играть все ребята всем спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки кто-то может сталкиваться с такими моментами будет интересно очень почитать и скажите что мы молодцы пока